Привет, друзья! Решил развернуто ответить на один вопрос, который очень часто мне задают в личку. Почему я выбрал MTB, а не BMX? Вообще, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться к самым корням моего катания, то есть 2007 год, когда я долго сидел в интернете и выбирал себе первый велосипед. Вообще, я хотел купить себе гибрид, как я это уже неоднократно рассказывал. Я хотел ездить в турпоходы. Сейчас, конечно, смешно в этом вспоминать. Денег было немного, порядка 8 тысяч рублей. Сейчас на эти деньги не купить даже велосипед Пульс, а это самое дно, наверное, из дна. Про него нужно отдельный обзорчик будет запилить. Но тогда 8 тысяч, это был доллар, который стоил 25 рублей, а то и 20 рублей, по-моему. В общем, рубль, что ты из себя представлял. И можно было купить действительно что-то годное. Я смотрел бренды, я смотрел гибрид After Classic. Он, по-моему, 9 с чем-то стоил в тот момент. Это был самый дешевый алюминиевый гибрид на алюминиевой раме. Ни о каких там переключателях оливио и речи не шло. Там было дно. Но это был гибрид. И как бы скитаясь из магазина в магазин, я заехал в спортивный на Литейном. Там были коны, тоже очень дорогие. И я зашел на Лиговском Велоимперию. Там уже давно этого магазина нет. Но когда-то там был. Там были накуренные продавцы, которые предлагали мне тоже какой-то из брендов. КАИЧС, по-моему, да. В общем, ничего интересного за мои деньги не было. И мы вот так вот скитали с Сашей Попом по магазинам Питера. Мы тоже хотели себе велик. И ничего не могли найти. И забрели как-то на Ленинском. Не знаю, как мы из центра поехали на Ленинске, я еще не помню. Но мы поехали туда и зашли в магазин какой-то там. Авто, веломод, по-моему. Там среди квадроциклов и всяких Ашанскутеров были велосипеды из Стелс. И были скидки. И была модель Навигатор 770. И меня как-то она не особо пленила. А вот Саше понравилось. Тройной треугольник, который Стелс в том году сперли у GT. И рама выглядела достаточно брутально. И он меня уговорил купить этот велосипед. Это был горный велик на Оливио. С мягкой вилкой, с литыми штанами. С запрессованными в корону ногами. Среди дешевого сегмента это важно. Об этом тоже будет в ролике про велосипед Пульс. Мы не знали, что велосипеды от разных ростовок. Мы ничего вообще не понимали. А они были разных ростовок. Один был 21-й, другой 19-й. Или 19-й, или 17-й. Ну, неважно. Короче, мы кинули монетку. И волей судьбы, просто случайностью. У меня досталось ее спец ростовкой поменьше. А я поменьше ростом, чем Саша. Так мы купили первые МТБ. Не гибриды, а МТБ. И знаете, в первый месяц я настолько сильно сомневался и сожалел о покупке, что хотел поменять его на гибрид. И даже делал пост в интернете на Велопитере, где меня забанили пи***цы. Я не постесняюсь этого слова, потому что на Велопитере мои видосы не котировали, когда я их там постил. Я это быстро понял, как адекватный человек стал постить их в ту ветку, куда можно постить все что угодно, кроме разве что порнографии и экстремизма. В общем, я запостил это во Флейм. Администраторы взяли эти видосы из Флейма, перевезли их в тему, где нельзя постить видосы, и под этим предлогом меня забанили. Ну, короче, у меня это было очень по-российски. В общем, за что я вам передаю вот этот средний пальчик. В общем, на Велопитере я постил, пытался это обменять на что-то, на гибрид на какой-то. Но потом как-то никто энтузиазма не проявил к этому предложению. И я зашел на Dirt.ru и выложил там фотографию своего велосипеда и спросил, как типичный новичок такой, типа, вот, ребята, скажите, что вы думаете о моем велосипеде? Ну, естественно, вы понимаете, да, что было на Dirt.ru? Какая была реакция на велосипед Стелс Навигатор 770? Там же все тру, фрирайдеры, стритеры, дёртеры, там, DC-кокер с двухкоронкой, тогда самый топ, наверное, был. Конечно, меня обосрали, было 10 страниц поливания меня и моего велосипеда говном. И о том, что Стелс Защик уберет у GT, о том, что они спернут тройной треугольник. В общем, понижение самооценки у меня наступило очень сильное после того, как я прочитал тему на Dirt.ru. И только очень-очень погодя, я понял, как вообще устроены все эти форумы, что за люди там сидят. И сейчас я очень многим доставляю, к сожалению, неприятные эмоции, когда люди скидывают мне фотографии плохих велосипедов. Я им отвечаю достаточно грубо. К сожалению, это происходит, потому что поток таких одинаковых вопросов очень большой. И если раньше я там старался сгладить как-то свой ответ или аргументировать его, то сейчас у меня времени нету, я отвечаю быстро, там, говно или не говно, или надо поменять, там, и так далее. А развернуто, ответы на эти вопросы все можно найти на моем канале. Если вы на него не подписались, подписывайтесь, тут видосов целая тьма. И все практически по делу. Развлекухи, угара просто по минимуму. Где-то месяца через два-через три после покупки велосипеда мы проезжали мимо Дворцова, и там ребята прыгали на триальниках. Был редкий сухой зимний день, парни делали пробивки, там, еще что-то. И тут, конечно, в моей голове поселилось нечто совершенно иное, что полностью откинуло изначальное желание кататься на гибриде и привело меня к мысли о том, что прыгать на велосипеде, это на самом деле прикольно. Потом мы познакомились с парнем, который показал нам, как делать хоп на наших велосипедах. Парень рассказывал, что он вообще BMX-ер, и что он на своем BMX умеет делать банихоп, и разгонялся до 60 км в час в Питере на BMX. Вот, такой вот был замечательный парень. Не суть в том, какой он был, главное, что он нас вдохновил сделать хоп. Саша научился очень быстро, я научился очень нескоро. Я, знаете, не перепрыгивал что-то своим хопом на контрильнике, а я пропрыгивал отрицательные, так сказать, препятствия, вот эти водостоки на тротуаре, я их проскакивал, так сказать, у меня что-то получаться начало. Вот, и я начал активно гуглить, внедрять, так сказать, в свой мозг информацию, и мне захотелось, конечно, себе собрать USP для трюков в стрита-триал, что-то такое, стрита-триал, одеорг, в общем, никаких, естественно, постов о геометрии, никаких просветительских видосов, ничего тогда не было. Самое лучшее, что можно было найти, это был X-Biker, где было подробное обучение треальным штукам, очень четкое, очень были прикольные такие подробные обучалки по треалу, мало было обучалок по стриту, практически не было, они были очень непонятные. И велосипед я потихоньку начал собирать, собирать, естественно, неправильно, и это вот все как бы происходило в МТБ-сегменте в моей голове, и вообще как бы я даже не смотрел на BMX, я даже не бросал туда взгляд. Когда я BMX-еров видел или встречал, то у меня в голове возникал очень сильный диссонанс, когда парень ростом с меня или там чуть ниже, чуть выше катается на вот таком вот велосипеде, ну, по сути, на детском, да, и, конечно, меня бомбило, я не понимал, и вообще относился первое время к BMX вообще неадекватно. То есть некоторые люди начинают вообще BMX-еров оскорблять почему-то, но это в корне неверно, просто совершенно разный подход. Маунтинбайк в моей жизни и в жизни большинства маунтинбайкеров – это велосипед, который изначально покупался для того, чтобы кататься, а потом уже ты эволюционируешь или деградируешь кому как в трюковый маунтинбайк. Трюковый маунтинбайк зарождался из кросс-кантри, вот, если обращаться к корням, да, а BMX из мотокросса, и BMX изначально задумался как велосипед для трюков, то есть там было сделано все для того, чтобы делать трюки, поэтому он маленький, поэтому у него изначально трюковая геометрия, он на жесткой вилке, он прочный, он, ну, как бы легкий, потому что там одна передача и один тормоз, ну, за рождение, конечно, два тормоза было. Ну, в общем, изначальное направление BMX это трюки и BMX-гонки. Изначальное направление маунтинбайк это было кросс-кантри, триал кросс-кантри, вот, и потом, ну, те, у кого не было денег на мото-триал, занимались лево-триалом, ну, и на контринках сначала это все было, если посмотреть фильмы Ханс Рея, потом уже люди начали на контринках прыгать, вот, человек, с которым я сотрудничал в авторе, Яромир Спейсман, прыгал на первых контринках, потом начал, он их начал переделывать в триальные, в первые стритовые дёртвые геометрии, потом Кован, Джон Кован, ну, все знают отца дропов Бендера и многих других легенд, Джеффа Леноски, который тоже из контринка сделал, Джайант СТП, ну, и много других замечательных персонажей, Оранд Чейз, это все люди, люди, которые из контринников, из контрин, внутри контринных брендов создали подразделение 26-х маунтинбайков, ну, на тот момент фокроса дёртвых, потом что-то стало перерождаться, там, стрит-триал, что-то начало компактизироваться в сторону, там, BMX-МТБ каких-то, да, и были BMX-круизеры на 24-х колесах, которые как-то двигались в сторону первых 24-х, не до-МТБ, МТБ-МХ, как их только не называли, и вот, как бы, это одна и та же суть трюки на велосипеде, да, только с разных сторон оно вот так вот шло, и сейчас, как бы, BMX-МТБ очень близки друг к другу, трюковые подразделения, и многие даже не считают 24-е, там, велосипеды и МТБ, а считают, что это BMX просто с большими колесами, я так не считаю, считаю, что 24-е МТБ все-таки МТБ, но это, наверное, потому что я пришел из МТБ, если бы я пришел из BMX, возможно, я считал быть просто большим BMX, вот, и, как бы, поэтому мой выбор, собственно, всегда был в сторону МТБ, потому что я пришел из МТБ и BMX для меня всегда был маленьким детским велосипедом, в процессе катания, в процессе знакомства с другими BMX-ерами я понял, что это абсолютно адекватный вид велосипеда, но для своих целей, на нем, вопреки ожиданиям, можно проехать всю Москву, весь Питер, любой большой город вдоль и поперек, передвигаться с нормальной скоростью, там, 20-25 км в час, и все будет нормально, он годится для перемещения в пространстве, только не нужно делать этого сидя, чтобы не наносить вред коленям, вот, и трюковые МТБ на них тоже сидя вредно ездить, если брать комфорт передвижения по городу на BMX или на трюковые МТБ, комфорта одинакового никого не будет, вот, если хотите комфорт, нужен городской велик или контрильник на худой конец, такие вот дела. И есть еще один фактор, это то, что мне не нравится, как я выгляжу на BMX, я тестировал много BMX-ов, на некоторых мне было очень удобно кататься, на некоторых мне было супер неудобно кататься, на каких-то мне было так себе, ну, в общем, самые разные ощущения есть, есть BMX-ы непригодные для трюков, можно собрать убогий BMX, можно собрать легкий BMX, но изначально мне не нравилось, как я на нем выгляжу, и был один период в начале моего катания, который очень четко дал мне понять мое собственное отношение к трюкам. Я ненадолго себе купил BMX, не то, что я его себе купил, я купил его, чтобы перепродать, то, что купил его дешево. Вот, я его купил, у меня был Nescapital топовый, собран тогда на мягкой вилке, и я решил немножечко покататься на этом BMX-е. Вот, и на Capital я не мог сделать 362 колеса на тот момент, а на BMX-е я сделал его за час. То есть, просто, это было настолько легко, что я понял, почему такое большое количество ребят выбирает для трюков BMX. И я в тот момент решил, что это типа читерство, но на самом деле это неправильно, это не читерство, просто если вы хотите делать трюки и преуспеть в трюках, то BMX это более быстрый путь к успешному прогрессу, а MTB это чуть более долгий путь. Ну и опять же, я считаю, что если вы выбираете Series 5 для полетов, то есть Dirt, то MTB 26 с мягкой вилкой будет гораздо удобнее и стабильнее в полете. Хотя это не мешает, опять же, заниматься тем же самым на BMX-е. Все зависит от райдера, в первую очередь. Вот, а мой MTB на моей раме представляет из себя максимально приближенный к BMX-у по удобству MTB. То, о чем я всегда мечтал. Вот такие вот дела, друзья. Поэтому не относитесь предвзятой ни к BMX-у, ни к MTB. Это разные лица одного дела, так сказать. Вот так. Если вы хотите заниматься трюками, вы вольны выбирать и BMX, и MTB, и вы не прогираете, выбрав то или другое. И можно пересаживать с одного на другое, пробовать, комбинировать. Там, знаете, можно тренировочные лилоспетсы заводить, и основной, там, как кантришки гоняют. В общем, вы вольны делать, как вы хотите, никого не слушайте. Слушайте только себя, экспериментируйте, и все будет хорошо. Главное, чтобы бабки были на все эти эксперименты и здоровье сохранялось. Большое спасибо за внимание. Повторюсь, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Будут интересные. Запишу еще развернутый ролик с ответами. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok